На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Сыграны поединки 14-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Центральный матч этого отрезка чемпионата все авансы оправдал. Гомельское дерби удалось. Первый тайм игры между ВРЗ и БЧ вместил в себя три гола и незабитые пенальти. Железнодорожники вышли вперед уже на второй минуте, а к шестой преимущество удвоили. Отличились Казак и Жариков. На 10-й вагоностроители упустили возможность сократить отставание, промахнувшись с точки. На 14-й минуте взятие ворот БЧ все же состоялось. Новичок вагоностроителей Кирилл Осиновский отметился первым голом за ВРЗ. Во втором тайме железнодорожники всеми силами пытались удержать свое преимущество. Вагоностроители отыграться и, возможно, вырвать победу. Спортивная фортуна была на стороне последних. Играя в пять полевых, ВРЗ в концовке все-таки сравнял счет. Пас с Селюка на Клочко угодил в угол ворот Стремилова. В итоге 2-2. Очко для нас в этом по ходу матча, по ходу особенно второго тайма, для нас, наверное, добыто. Хоть мы и пропустили в конце, но я считаю, что нужно быть объективным. И по развитию событий во втором тайме совершенно мы как-то не успевали за соперником. Поэтому то, что соперник забил, это как следствие его активных действий. И я считаю, что победу мы не заслуживали в этом матче. Хотели победить сегодня однозначно, но с учетом тех событий, что развивалась игра, мы проиграли 0-2. Ну, ничего страшного, вылезли, я думаю, это тоже положительный результат, если учитывать то, что мы проиграли 2-0. Хотя еще раз повторю, что момента у нас было более чем предостаточно, что в первом тайме, что в втором. Светлогорский ЦКК со счетом 3-14 уступил столичной охране «Динамо» и покинул зону плей-офф. Футбольное межсезонье в самом разгаре. По традиции, каждую тренировочную неделю клубы завершают спаррингами. Гомельский локомотив «Бобруйский» уступил местной Белшине 1-2. Речицкий спутник в Гомеле с таким же счетом проиграл Могилевскому Днепру. Ожидаемо высокий зрительский интерес вызвал поединок между Гомелем и Мозырской славией. К сожалению, классическое областное футбольное дерби последних лет в ближайшем сезоне возможно только на товарищеском уровне или в розыгрыше Кубка страны. Тем не менее, противостояние Гомеля и славии – это всегда принципиально. Болельщики заполнили трибуны крытого манежа стадиона «Луч». Первый тайм получился равным. Соперники создавали опасные моменты, однако до взятия ворот дела так и не дошло. После перерыва, как это традиционно и бывает во время спарринга, в составах обеих команд произошли массовые изменения. Иван Биончик выпустил на поле молодежь, а его визави Михаил Мартинович продолжил обкатывать потенциальных игроков основы. Как результат, мы зря не менее чем за 20 минут игрового времени оформили крупную победу 4-0. Тренировочный штаб детализирует максимальный тренировочный процесс. Очень интересно, очень интенсивно, поэтому двигаемся. Я думаю, что первые два матча были качественные по содержанию и по результатам. Поэтому с хорошим строением двигаемся дальше. У нас прошел только первый сбор. Он был базовый, направленный на общую физическую подготовку. Поэтому мы его выполнили. Сейчас будем готовиться уже в других условиях, но над другими качествами работать. В конце недели мозорская команда отправляется в Турцию, где проведет месячный тренировочный сбор, во время которого сыграет шесть товарищеских поединков. Футбольный клуб «Гомель» продолжит подготовку к предстоящему сезону дома. В воскресенье 16 февраля запланирован спарринг с Держинским арсеналом. Матч состоится в Крытом Манеже на стадионе «Луч». «Гомельская энергия» вернулась в тройку лидеров чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд. На домашней площадке дружина Дмитрия Лихорада обыграла «Витебский» марка ВГТУ. Старт первой партии получился нервным для хозяев, однако они сумели взять себя в руки и довести ее до победы 25-18. По ходу второго сета поводов для беспокойства у болельщиков было еще больше, однако в концовке энергетики все же взяли свое 25-23. В третьем сете хозяева сомнений в своем превосходстве не оставили 25-16 и третья строка в турнирной таблице. Уже в ближайшую среду очередной домашний поединок 12 февраля энергетики играют с Борисовым БГУ ФК. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.